Под Владимиром после столкновения с бетонной оградой водитель пылающей легковушки сбежал с места ДТП. Авария произошла ранним утром в 6.50 на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». На строящейся Суздальской трассе в районе села Суходол мужчина врезался в барьерное ограждение, после чего малолитражка загорелась на месте. Водитель автомобиля Киа Рио совершил наезд на бетонный блок ограждения, в результате чего данный блок вылетел на полосу дороги, предназначенную до следующего движения, где в него врезался автомобиль Шкода. Водитель автомобиля Киа Рио покинул место дорожного транспортного происшествия. 49-летний водитель Шкоды в аварии не пострадал, но вот корейская легковушка сбежавшего водителя сгорела почти полностью. К слову, в дежурную часть МЧС сообщение о возгорании автомобиля пришло в 7 утра. Пожар площадью 6 квадратных метров был полностью ликвидирован. Водителя, который с места ДТП решил сбежать, разыскивают сотрудники полиции. Вот где-то ориентировочно в этом месте Степа сюда и зашел. Во Владимирской области больше 8 часов искали школьника. 8-летний мальчик из деревни Вашутина Гусь-Хрустального района ушел гулять днем, 9 апреля, не предупредив родителей. По словам отца ребенка Степа, который, к слову, учится во втором классе, очень заинтересовался природой. Поэтому он и сошел с асфальтированной дороги прямиком в лесной массив. Вернуться обратно уже не смог. Родители почувствовали неладное и попытались своими силами найти ребенка. Но результата поиски не дали. Тогда было принято решение обратиться в полицию. Как рассказывает отец мальчика, на место незамедлительно выехали три экипажа Гусь-Хрустального отдела МВД. Проверяли все лесные массивы по возможности. Предполагаемые, где мог потеряться ребенок. Первая информация, которая появилась от волонтеров и сотрудников полиции, это было то, что нашли обувь ребенка. И буквально где-то через 20-30 минут появилась информация, что нашли и что живой. Поиски длились больше 8 часов. На клич о помощи приехали не только правоохранительные органы, но и работники местной администрации, волонтеры и жители деревни. Подробности поисков рассказываются в пресс-релизе полиции. Деревня, в которой живет семья, окружена густым лесом. Мальчик был легко одет, и средств связи у него с собой не было. Учитывая возраст ребенка и погодные условия, руководство подняло по тревоге личный состав отдела полиции. В местной школе был развернут штаб. Около 4 часов утра полицейские обнаружили мальчика в лесу. Испуганного и замерзшего ребенка они закутали в свою одежду и доставили на служебном автомобиле в штаб, где его уже ждали медики. Семья потерявшегося Степана благодарит за помощь местных жителей и полицейских. Ну а сам юный натуралист поделился своими впечатлениями на видео. Ну, сначала чуть-чуть побоялся, а потом решил силу кулак собрать и пошел. И еще тебе понравилось ехать в полицейской машине? С медалками. Да, потому что плюс тепло, хорошо, и медалки выключаются. Спасибо, дяденьки, полицейские. Минздрав области пока не торопится официально попрощаться с главврачом областного перинатального центра. 9 апреля в информационном пространстве региона появилась информация об уходе со своего поста Надежды Тумановой. 10 числа чиновники от здравоохранения подтвердили 6 каналу. Заявление на увольнение по собственному желанию действительно написано. Но у руководителя центра есть еще 14 дней, чтобы его отозвать, подчеркнули в Минздраве. Для разъяснения деталей мы позвонили в областной перинатальный центр. Там обещали связаться с нами позже. Вы попали в приемную, вставьте у вас телефон, а если главное вас посчитать, мы свяжемся с вами. Причем на самом сайте областного перинатального центра Надежда Туманова продолжает фигурировать в качестве главного врача. А это уже сведения из ее биографической справки. Главный врач областного перинатального центра, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью, Министерство здравоохранения Владимирской области, эксперт реестра территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области. Стаж работы более 20 лет. Время руководства Надежды Тумановой было омрачено двумя трагическими событиями. Несколько лет назад главврач перинатального центра стала одной из обвиняемых по уголовному делу по факту смерти роженицы Анны Бобриковой. Девушка скончалась в 2016 году. После родов Анна впала в кому, потеряв много крови. Причем, как рассказывал вдовец Сергей Плаксин, сотрудники медицинского учреждения долгое время не информировали его о состоянии жены. Но главврач центра тогда заявляла, что не имела права этого делать. Все наши беременные, роженицы, поступающие в центр, оформляют, как и во всех других учреждениях, информированные добровольные согласия на предоставление информации. То есть кому из родственников, из близких они доверяют предоставлению информации. В данной ситуации Анна не разрешила предоставлять информацию никому, о чем письменно оформлено в документации. В ходе судебных заседаний Надежда Туманова воздержалась от каких-либо комментариев. Вам нечего сказать нам? Почему вы отворачиваетесь? Надежда Геннадьевна. В результате уголовной ответственности врачам перинатального центра удалось избежать в связи с истечением срока давности. Уже в этом году стало известно о новой трагедии. 8 марта в областном перинатальном центре скончалась 34-летняя жительница Владимира. Двух ее неродившихся детей спасти врачам также не удалось. Позже следком сообщил о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователями следственного управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осматривается изъятая документация, назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся допросы медицинских работников и иных лиц. Выполняются иные следственные и процессуальные действия. В социальных сетях люди по-разному отзывались о произошедшем. Слов нет. На дворе 21 век. Угробите детей и роженицу. Этот роддом пора закрывать. Обязательно кто-то умирает. Дочка и много знакомых рожали там и все в порядке. Прежде чем врачей винить, сами мамочки очень много скрывают о своем здоровье. Конечно, это очень большое горе. Пускать слухи, предполагать, судить здесь все умельцы. Никто ничего по сути не знает и знать не может. И верить можно только официальной информации, а она будет только после расследования. Так почему же Надежда Туманова решила написать заявление на увольнение? Из перинатального центра нам так никто и не перезвонил. Мы попытались напрямую связаться с главврачом, но ответа на вопрос так и не получили. Алло. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Это вас телевидение беспокоится. Канал Владимир, меня Алексей Домнин зовут. В Минздраве области не уточнили, какого именно числа Надежда Туманова написала заявление. Как нам дали понять, официальный развернутый комментарий последует после, когда окончательно станет понятно профессиональное будущее главврача центра. Алексей Домнин, Шестой канал. В мэрии рассказали, насколько подорожает льготный проезд в автобусах и троллейбусах. С 10 апреля в областной столице начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Как установила комиссия Министерства госрегулирования цены тарифов, теперь владимирцам за поездку в автобусе придется заплатить 33 рубля по безналу или 35 рублей наличными. В троллейбусе же пассажиры, готовые платить проезд по карте, отдадут 32 рубля. А те, кто привык расплачиваться монетами и бумажными деньгами, отдаст все те же 35 рублей. Изменения в стоимости проезда для льготников начнут действовать уже позже, с 1 мая. Социальный проездной подорожает сразу на 95 рублей. В соответствии с методикой, которая утверждена постановлением губернатора Владимирской области, с мая месяца меняется стоимость социального проездного билета и составит она 629 рублей. В апреле же льготный проезд для отдельных категорий граждан сохранится и пока что будет стоить 534 рубля. Проездной для школьников и студентов также подорожает в мае. Первые будут платить 390 рублей в месяц вместо привычных 330. А те, кто получает среднее, профессиональное и высшее образование, будут платить не 550 рублей, а уже 650. Такое решение приняли на совете директоров муниципального предприятия Владимир Пассажир Транс. Помимо этого, в мэрии сообщают об изменении цены на единый проездной билет с балансом в 100 поездок. В апреле он еще сохранит свою стоимость в 1900 рублей. Стоимость единого проездного билета у нас определяется соглашением, которое заключает между собой предприятие-перевозчики. И в рамках реализации этого соглашения единый проездной билет с мая месяца будет стоить 2300 рублей для физических лиц и 2600 рублей для юридических лиц. Работники тревожного ведомства продолжают контролировать ситуацию с весенним половодьем. 9 апреля спасатели провели рейд по паводковой обстановке в микрорайоне Большие Сокольники города Собинка. Промониторили ситуацию с помощью беспилотника, а также прошлись по дворам. Местные жители практически ежегодно оказываются в сложной ситуации. За речной части потапливают приусадебные участки. Совсем недавно как раз здесь произошел перелив дорожного полотна, затопило 40 участков. Чтобы жители микрорайона смогли добраться до своих домов, муниципалитет организовал лодочную переправу. Работает она в определенные часы утром, в обед и вечером. На данный момент была произведена воздушная разведка города Собинка, Собинского района, на предмет паводковой обстановки. С помощью беспилотной авиационной системы вертолетного типа мы наблюдаем, насколько сильно проходит половодие, и сколько участков потоплено, и сколько уже освободилось. Всего на данный момент по области следят за темпами паводка 11 оперативных групп тревожного ведомства и 35 бригад от муниципалитетов. На контроле 163 усадебных участка, 1 низководный мост в Александровском районе, 5 участков дорог в Юрьевпольском, Судогодском, Собинском, Александровском и Визняковском районах. В целом же, по словам представителей МЧС, ситуация предсказуемая и контролируемая. Оварийных и критических ситуаций на территории области нет. То есть даже по тем же дорогам местного значения по всем возможен проезд высокопроходимой техники. Вопросы жизнеобеспечения населения решены заблаговременно. Так скажем, проблемных вопросов не возникает. Оповещение населения проведено также заблаговременно, то есть выставлены запрещающие знаки, информационные стенды, вешки, обозначающие границы дорог. Спасатели также сообщают, что вопрос принудительной эвакуации населения сейчас не стоит. Уровень паводка находится в пределах средних многолетних значений, добавляют в МЧС области. У торгового центра на проспекте строителей небольшая аллейка деревьев без веток. Рядом корпуса вузов, жилые кварталы. Каждый день по тротуару проходят тысячи человек. Бесспорно, каждый из них обращает внимание на состояние насаждений. Прохожие, говорят, бросается в глаза опиловка до самых стволов. Я не знаю, в связи с чем их вот так спиливают. То есть если они действительно все больные, ну что вряд ли не может быть такая аллея всех больных деревьев, то это им на благо. Все ветки обрубились, зелени нет, листьев нет. Много таких по городу. Во Владимире проходит санитарная, омолаживающая и декоративная обрезка деревьев. Как заверили городские садоводы, под пень стволы не срезали. Впрочем, и мнение горожан расходится. Многие считают, что деревья опилены как надо. За лето вырастут еще метра на три. Поэтому все прекрасно делают. То есть то, как они срезаны сейчас, то есть так и должно быть? Так и должно быть. В принципе, ну как бы в порядок привели деревья. Я считаю, что кроны красивее так будут. Обрезать нужно, потому что тополя будет пух лететь. А людей у нас, аллергетиков очень много. Это будет аллергия практически у 50% населения. С недавнего времени в городе появилась должность главного садовника. Им стала Ирина Кузьменко, замначальника управления по охране окружающей среды. И вот на днях в мэрии было принято, можно сказать, историческое решение. Массово деревья в этом году белить не будут. Так решила зеленая комиссия при участии как раз главного садовника. Об эстетической стороне этого вопроса давно уже ходят споры. Одни говорят, что деревья с побелкой – пережиток прошлого. Другие рассуждают о красоте белых стволов. Подкрашивать интереснее просто будет. Надо каждый год это делать, и будет все хорошо. Белить деревья необходимо с практической точки зрения, утверждают биологи. Для этого используют краску, угошеную, и извести красители с противогрибковыми средствами. Стволы правильно окрашивать два раза в году – осенью и весной. Для ликвидации вредителей, которые могут зимовать в коре. А весной – чтобы избежать перегрева стволов деревьев. Однако главный садовник города считает, что такие методы больше применимы к плодовым деревьям. Городские же защищать побелкой вовсе не обязательно. Нет необходимости уже защищать кору деревьев от ожогов или от морозобоин, которые могут произойти в конце зимы, когда появляется яркое солнце. Февраль-март. Существуют альтернативные способы обработки коры деревьев. Однако пока в мэрии говорят только о молодых насаждениях. Сейчас рассматривается вопрос целесообразности обработки молодых посадок лип и вообще молодых посадок растворами, которые обладают корнеобразующими свойствами. Как поясняет главный садовник, бели деревья в этом году будут только в определенных местах. Рядом с производствами, общественными туалетами, контейнерными площадками и свалками. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал. Розовое ДТП. Так в соцсетях прозвали нелепое столкновение легковушек в одном из дворов в микрорайоне Веризина. Обсуждение аварии получилось бурным. Местные жители выложили видео с камеры наружного наблюдения. Автоледи в ярко-розовом костюме вышла из машины. Почти сразу же ее Ренок Аптюр начал движение задним ходом. Однако женщина этого не заметила. В итоге неуправляемый автомобиль сделал пируэт. По парковке объехал стоявший прицеп и почти припарковался самостоятельно. Но вписаться в поворот у французского беспилотника не вышло. Он подбил представителя южнокорейского автопрома. По всей видимости, водитель Рено забыла про ручник, оставив машину на нейтральной передаче. При этом, как пишет автор поста, автоледи свою вину признавать сперва отказалась. Дескать, ее машина не доехала до другой. Действительно, по фото можно так предположить. Но видео все объясняет. Удар был, после которого Рено отскочило почти на полметра. Справедливость есть. Гуляющая девушка с ребенком зафиксировала момент ДТП на телефон. Даме в розовом пришлось признать вину. Люди, не будьте, как эта дама в розовом. Отвечайте за свои поступки. Принцип бумеранга никто не отменял. В госавтоинспекции подтвердили факт столкновения. ДТП зафиксировано у 32-го дома на улице Новгородская. Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Рено, в нарушении правил дорожного движения осуществила остановку транспортного средства, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольные движения. В результате автомобиль Рено покатился и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Автоледи привлекли к административной ответственности. Помимо разбирательства с владельцем Hyundai, ей придется выплатить штраф 500 рублей.